Здравствуйте, дорогие друзья! 19 января Православная Церковь празднует крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник этот отмечается во воспоминании о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно евангельскому рассказу, к Иоанну Крестителю, находившись у реки Иордан, пришел Иисус Христос с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший в скором пришествии Христа, был очень удивлен и сказал, мне надо накреститься от тебя, а ты ли подходишь ко мне? На что Иисус ответил, что надлежит всем нам исполнить всякую правду, и принял крещение от Иоанна. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим глаз с неба провозгласил, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благословение. Поговорить о крещении, о его традициях, мы сегодня пришли на встречу с настоятелем храма воздвижения креста города Туапсе, протеереем Романа Дейнега. Здравствуйте, отец Роман. Добрый день. В праздник Богоявления вспоминают величайшее евангельское событие, когда при крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица. Поэтому праздник Крещения Господня также называют праздником Богоявления, потому что во время крещения Бог сказал, что Он и есть Пресвятая Троица. Отец Бог говорил с неба, поплатившийся Сын крестился, а Святой Дух сошел в виде голубя. А также при крещении впервые люди могли видеть, что в лице Иисуса Христа пристал не только человек, а именно Божеское явление. Отец Роман, расскажите, а как по-вашему, почему миссия хрестить Иисуса Христа, нашего Спасителя, именно была доверена Ивану Крестителю? Ну, во-первых, потому что это был обетованный предтеча Мессии, ибо в Писании Ветхого Завета сказано, «Я пошлю ангела моего пред лицем твоим, который уготовит путь твой пред тобой». Поэтому Иоанн Креститель – это и есть тот ангел, потому что житие его было ангельское. И та миссия, которую он исполнил, была поручена ему еще и потому, что он превзошел всех остальных пророков в своем дивном житии чудесном, хотя в нем не было ни одного чуда, как нам повествуют в Евангелии, оно об этом не упоминает, но чудесно оно в том, что он вот своей духовной аскетической жизнью, а он ел только акриды, дикий мед, пил воду, жил в пустыне с младенчества и превзошел всех остальных пророков, которые изображены на страницах Священного Писания. Поэтому Господь его и избрал для того, чтобы исполнить эту великую миссию – показать миру настоящего Спасителя. Бог есть, и Иисус Христос – истинный Царь. Мы с вами знаем, что когда мы встречаем, раньше царей встречали, где-то в каких-то странах, и до сих пор есть и королевы, есть президенты, то они не приезжают просто так, а всегда какой-то подготовительный период к этому моменту, потому что высота сана встречаемого лица предполагает оповещение всех людей, чтобы они знали, что данное какое-то событие будет происходить в какой-то определенной местности. Вот поэтому и Господь, дабы не упустить ничего из того, что бы послужило ко спасению рода человеческого, посылает именно Иоанна Крестителя. Спасибо. Вот когда я готовилась к нашей сегодняшней встрече, вот нашла такую интересную информацию. Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения Иисус Христос, ведомый духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте готовиться к исполнению своей миссии, с которой он пришел на землю. «Иисус сорок дней был искушаемым от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Тогда приступил к нему дьявол с тремя обольщениями, попытался соблазнить его на грех, как всякого человека». Я во многих источниках читала, что означает слово «взалкал». И в каждом источнике оно трактуется по-разному. А вот скажите, по вашему мнению, что понимается под этим словом взалкал именно со стороны священности, священного писания? И о каких обольщениях здесь говорится? Мне кажется, взалкал – это уступил все человеческому. То есть божество как бы отступило от спасителя, не покидая его. И вот это состояние человеческой души, тела, состояние борения, как раз он предстал перед искусителем, дьяволом в том состоянии человеческого духа и тела, когда воздействие дьявольских сил максимально бы могло принести успех для этих самых сил. И вот в таком состоянии он был. Если мы простые люди, нас все-таки оберегают ангелы-хранители, божественная благодать. А здесь был заключен великий смысл. Он должен был сам, как человек, побороть вот эти все искушения. Получается, он как бы отстраняет вот эту свою человечесть, ну, как бы вот эти все человеческие, так сказать, потребности, получается, так? Нет, он как бы остается один на один с дьяволом, без божественной помощи. И в этом заключается его вот этот подвиг. Да, что он не подался на провокацию. Вот смотрите, накануне крещения отмечается крещенский сочельник. И в крещенский сочельник, и в день крещения проводится вяда святия и освящения воды. В этот день на водоемах нашей огромной страны принято проводить обряд крещения, опускаться в прорубь, которая называется в честь реки Иордань. И значит, очиститься и физически, и духовно от болезней, от дурных мыслей и всяких нехороших, как бы, проступков. А скажите, а в нашем городе как планируется празднование крещения? Празднование крещения в нашем городе планируется освящение вод Черного моря на городском пляже, уже по традиции. В прошлом году, как и ранее, устраивались крестные ходы. В связи с нынешней сегодня ситуацией крестный ход отменен, но освящение воды будет. И люди смогут поучаствовать в этом традиционном купании, кто видит для себя в этом очищение. Но нужно сказать, что очищение человеку больше всего, конечно, приносит покаяние, участие в таинствах, исповедь, причастие, исправление своей жизни с худой на лучшую. А уже сама крещенская вода освящает человека, когда он вкушает ее, то есть, когда пьет пресную освященную воду великом освящением. А когда погружается, это традиция, это нет в канонах церкви, то тогда он как бы соединяется с праздником. Вот таинство крещения относится к одному из таинств православной церкви. Крещение можно назвать духовным рождением человека. Вот когда крестят, естественно, человек приобщается уже к Богу, к церкви. И посредством крещения он становится как бы членом вот этой великой силы. И все знают, что освященная вода не портится весь год, обладает целебными, чудотворными свойствами. Тест Роман, вот неоднократно в средствах массовой информации как бы, ну, были публицистические передачи как раз на эту тему, почему именно святая вода, которая именно освящена в крещении, вот имеет вот эти чудотворные силы. Проводились химические, биологические всевозможные исследования. Но так вот ученые к одному какому-то единому мнению не пришли. А вот по вашему мнению, почему именно крещенская вода обладает вот этими чудотворными силами? Крещенская вода обладает такими свойствами, потому что наделена божественной благодатью. Мы не должны забывать, что на крещении Господь, освященной воде в храме, дает такую силу и такое очищение, как подобно той воде, которая была до грехопадения человека. И это является и традицией, и учением церкви. И поэтому та благодать, которую нельзя потрогать, нельзя ощутить, не следовать никакими приборами, это является все предметом веры. Ну, а в данном случае это показывается как чудо, потому что действительно вода не пропадает, и человек, который приступает к различным церковным таинствам. А таинство называется таинство почему? Потому что таинственно, невидимо, мистически в сердце человека сходит Святой Дух, который невозможно увидеть, обонять, потрогать, пощупать. И поэтому, когда человек, даже заходя в храм, не участвуя в таинствах, а благодать Божия касается его сердца, он испытывает чувство радости, покаяния, еще какие-то, может быть, переживания внутренние. Он это внутреннее чувство объяснить не может, никакими словами. Поэтому никакие слова, никакие приборы, ни достижения нашего прогресса мирского не могут объяснить те чудеса, которые сообщает церковь через свои таинства. Отец Роман, а что Вы можете пожелать верующим, которые уже как бы состоят в вере, и те, кто еще, например, думает или планирует как бы принять христианство в день крещения? Я бы хотел пожелать вот что в день крещения тем людям, которые, как Вы сказали, и еще идут на пути в церковь или подумали это в себе. В Священном Писании Нового Завета в послании апостола Иоанна Богослова сказаны такие слова. Если человек задумал сделать хорошее дело и не сделал, то ему грех. Поэтому всякое задуманное доброе дело... Вот доводить до конца. Да, то ли крещение это, то ли поход в храм, то ли покаяние, то ли взять, человек захотел на себе пост, вот загорелся духом, или молитвы читать, помочь ближнему, сострадать, проявить милосердие, любовь, его надо исполнять и не оставлять. Потому что это действие Святого Духа. В Писании Спаситель нам говорит, без меня не можете делать ничего. И поэтому всякое доброе начинание, которое есть в нас, это действие наших ангелов-хранителей, действие благодати божественной, божественной любви, которая побуждает нас делать хорошие поступки, дела, вещи, особенно, что касаемо предметов веры. Хочется поздравить всех туапсинцев с праздником Крещения Господня. Иначе этот праздник называется Богоявление, потому что на реке Иордан, во-первых, явился сам Господь, наш Иисус Христос, и с этого момента начинается Его миссионерское служение. Во-вторых, это явление Святой Троицы, которое было некогда до этого скрыто, от труда человеческого, но на Иордане раскрылось по мере того, насколько Бог мог себе явить. Это Сын Божий, который находился в водах Иордана, Голубь, Дух Святый, который сходил на Него, и глаз с неба, который говорил, «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И народу было сказано, «Его слушайте». Ну и третий момент этого праздника, это то, что происходит освящение всех вод благодатью Духа Святаго, прославляемого в Святой Троице. И все воды освящаются, и это является освящением не только вод, но и внутреннего человеческого естества, через скушение этой воды. Существует традиция, что люди в эти дни сочельника и на сам праздник крещения Господня идут окунаться в воды, в данном случае у нас Черное море. И мы, конечно, не должны забывать, что за очищением телесным мы должны приобрести истинную, настоящую христианскую жизнь, очищение духовное, душевное, чтобы мы избавились от грехов посредством церковных таинств, исповедей, покаяния, и тем самым бы стали настоящими причастниками этого великого праздника крещения Богоявления Господня. Спасибо большое. Сегодня, накануне праздника крещения Господня, мы побывали в храме Воздвиженная Креста города Туапсей и побеседовали на тему крещения с его настоятелем, протеереем Романом Дайнега. Дорогие туапсинцы, мы вас поздравляем с праздником, с крещением Господня. Желаю вам мира, благополучия и добра в ваших сердцах. И пускай бережет вас Бог. До свидания. Божьей помощи. Субтитры создавал DimaTorzok